Разгар курортного сезона. Уже в 9 утра на пляже, что называется, яблоку негде упасть. Морская вода плюс 28. Специалист Центра гигиены и эпидемиологии отбирает пробы. Сначала стерильная банка опускается на глубину 30 сантиметров. Затем образец помещают в сумку-холодильник. При температуре плюс 3 градуса вода не меняет свои свойства. А это уже сама лаборатория. Ежедневно на контроль сюда привозят десятки проб морской воды со всего побережья Сочи. Каждый образец маркируется только специальным кодом. Таким образом, биохимики просто не имеют представления, где конкретно был сделан забор воды. А это еще один важный нюанс для чистоты проверки. Далее протокол с результатами поступает прямо в Роспотребнадзор. Это микробные исследования воды, исследования на вирусы обязательно, и исследования на холеру проводятся у нас. И вот по этим трем показателям у нас холерный вибрион вообще не выделялся, а все остальные показатели в пределах нормы. Центрная эпидемиологическая обстановка на территории города Сочи у нас стабильная. Превышение уровня инфекционных заболеваний не зарегистрировано. А это уже инфекционная больница в Дагомысе. Если верить некоторым слухам, то каждый второй пациент попал сюда после купания в море. С этим не согласен идущий на поправку Виктор Смирнов. В море сочинец купается часто, однако отравление получил пищевое. И ни среди знакомых, ни среди соседей по палате подобных случаев молодой человек не припомнил. Если честно, не знаю. На море бываю, но не было таких случаев, чтобы я заражался. Первый раз я вот так сильно отравился, что попал в больницу. Вообще первый раз в больнице. Подобные слухи развеивают и врачи-инфекционки, согласно поставленным диагнозам. И опросным листам, которые заполняют пациенты, в том числе и родители, чьи дети оказались в больнице с кишечной инфекцией. Мнение о непригодной для купания в воде не более, чем просто слух. Да и заполняемость стационара сейчас в рамках сезонных показателей. Основная масса связывает все-таки с питанием, соблюдением правил личной гигиены, своих заболеваний. Меняя резко климат, вопрос экономизации стоит достаточно ослабления. Это и ослабление иммунного статуса, и изменение питьевого режима, изменение режима питания. Все это в совокупности может усугубить. В основном диагноз кишечной инфекции ставят детям дошкольного возраста и туристам. Как правило, отдыхающие много времени проводят на пляже, где помимо купания приобретают еду прямо у торговцев с рук. Многие приносят еду с собой, и большинство не видит в этом никакой опасности. Мы употребляем все, что здесь продается. Мы ничего не обходим стороной, и мы не боимся отравиться. Отдыхаем здесь уже больше недели. Каждый день берем что-то вкусненькое. Ну, как-то смотрим, если народ покупает, то и мы берем. А тем временем столбик термометров в полдень приближается к 40 градусам. И в таких условиях бактерии и микробы размножаются отнюдь не только в морской воде. На суше факторов получить отравление куда больше. Но и это не повод для паники. Ведь, согласно данным Роспотребнадзора, заболеваемость в Сочи острой кишечной инфекции не превышает уровень средних многолетних показателей. Подтверждением безопасности служит тот факт, что спрос на отдых в Сочи продолжает удерживать лидирующие позиции.